Почитатели Бориса Немцова около часа мерзли на улице и в помещениях не пускала охрана Дома офицеров. Когда появился сам политик, оказалось, что общаться с горожанами, бывшему российскому вице-премьеру, придется в другом месте. Идем в Дом учителя, на улице Кирова. Это ровно 150 метров по улице Мира. Переход до Дома просвещения оказался полон неожиданностей. Возле самого крыльца на Бориса Немцова попытались накинуть огромный сачок. Нападавшим оказался, как он сам представился, московский студент, который якобы приехал вслед за Борисом Немцовым, чтобы выразить свое отношение к политику таким вот диковинным способом. Сачок стоит 350 рублей. А где вы его купили? За свои деньги. В Москве. Из Москвы сюда сачок купили? Да. Но поклонников Бориса Немцова ЧП на входе в зал не испугало, хотя люди были удивлены, что рядом не оказалось милицейского патруля. Пока непонятно, будет ли Немцов подавать в суд на хулигана и намерен ли сам ловец политиков жаловаться на оплеуху, полученную от бывшего вице-премьера. Ярослав Петискин, Дмитрий Кочетков. Новости.